Мы находимся у 30-го дома на улице 5 августа. Жители этой территории наконец-то дождались обновления своего двора. Как видите, работы уже начались. А вот капитального ремонта дома они дождаться не могут уже более пяти лет. Активные жители не раз обращались с просьбой капитального ремонта в администрацию Управления городского хозяйства Белгорода и в ЖКХ области. В соответствии с постановлением 19 августа 2013 года наш дом был запланирован на 2014-2018. Дальше. На основании этого же постановления перенесено на период 2020-2024 год. И на основании этого же постановления 2025-2027. Никаких таких вот причин, каких-то определённых указано не было. А у самих жильцов причин для беспокойства предостаточно. Мария Карпачёва прожила в доме почти полвека и знает все его трещинки. Вот моя квартира. Вот над квартирой обвал балкона. Балкон и основание крошатся, а между плитами в панельном доме щели. Управляющая компания их замазывает, но смесь вымывает дождями. Жильцы не знают, на кого он понадеется и сами пытаются решить вопрос заделать пеной, лишь бы не было сквозных отверстий и влага не попадала в квартиры. Погнившие трубы в подвале жители пытались заменить самостоятельно. Сегодня рассказать о проблеме пришли к Вячеславу Гладкову. Если вы не возражаете, я дам вручение своим заместителям, чтобы они сейчас подняли все документы, посмотрели, есть ли правду, что передвигали по годам, на каком основании все это происходило. Ответ в самые короткие сроки должны дать чиновники департамента ЖКХ. О других проблемах рассказали еще более 30 белгородцев на личном приеме. И у многих вопросы именно к департаменту ЖКХ. Эган Кокин и строителя жалуются, что в его доме горячая вода на 20 градусов ниже нормы, вместо 60 и 40. Требовал перерасчета оплаты за коммуналку, но выплатили полтора рубля. С чем мужчина не согласен. Вячеслав Гладков тут же уточнил информацию у главы администрации Яковлевского округа. Устраивает цифры перерасчета. То есть он требует абсолютно справедливо, то есть если не ближайший услугу, с какой-то цель должен платить. Вопрос точно органам местного управления. Отдел работы с обращениями граждан, который сейчас переведен в круглосуточный режим, ежедневно фиксирует всё ещё большое количество обращений и на выездные, и на белгородские приёмы главы. В очереди на личный приём к Вячеславу Гладкову сегодня порядка 700 человек. Половина из них это жители Белгорода. Именно поэтому глава региона решил, что нужно проводить встречи с местными жителями областного центра еженедельно. Параллельно с этим все вопросы прорабатываются с профильными департаментами, чтобы проблемы жителей решить быстрее. Екатерина Ковалёва, Дмитрий Коваленко. Такой день на Мире Белогорье.